Внимание! Марш! Так вышло, что в день областной масштабной акции в поддержку лыжника Александра Большунова проходила ежегодная спартакиада по лыжным гонкам среди школьников Ленинского округа. Поэтому, видно, мероприятие получилось более чем массовое. Очень обидно, когда наши ведущие спортсмены, тоже Александр Большунов, когда олимпийский чемпион и через него не могут сыграть гимн России. И, конечно, очень обидно. А вот то, что сегодня здесь происходит, навевает такое приятное ощущение. Порядка 10 школ и более 100 участников разных возрастных категорий, опытные и начинающие. Забеги осуществлялись на разные дистанции. Победители в каждой были награждены символическими медалями. Все должны заниматься каким-то видом спорта. Не важно, будь это лыжные гонки, легкая атлетика или фитнес. Не важно. А тем более, если дети занимаются, они должны быть здоровы, физически развитые. И это все-таки здоровье нации. Акция «Бежим с Большуновым» в этот день проходила во всей Московской области. Видным она состоялась на недавно открытой лыжной трассе, появление которой горожане ждали порядка двух десятилетий. Теперь здесь ежедневно спортом занимаются сотни человек. В том числе, возможно, и будущие олимпийцы. Спорт занимает для меня очень важное место в жизни. Он помогает мне развиваться. Мне очень интересно поучаствовать в этом соревновании, попробовать себя, свои силы. Накануне и в день проведения мероприятия волонтеры раздавали всем гостям парка ленточки в цвет флага России, как символ поддержки наших спортсменов на зимних олимпийских играх в Пекине. Я хочу пожелать нашим олимпийским призерам Большунову, Спецову, чтобы они никогда не сдавались. Я хочу, чтобы всегда, всегда у них был российский дух. Как известно, уже которую Олимпиаду россияне не могут выступать под флагом своей страны. Соревнуются под флагом Олимпийского комитета. Но, как показали игры в Пекине, плохо. На результатах это не сказывается. Александр Большунов взял золото в лыжном марафоне на дистанции 28,5 километров в масс-старте свободным стилем. Юлия Погосяна, Александр Логин, Пекина Давлятова. Видно этого.